В России замедляют доступ к мессенджеру WhatsApp, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям связи Антон Немкин. Технологические меры, такие как замедление, уже применяются к WhatsApp. И следующим шагом вполне может быть и блокировка, пока такое решение не принято, заявил депутат. А 12 июля крупнейшая российская телекоммуникационная компания Ростелеком предупредила о возможных проблемах в работе видеохостинга YouTube на территории России. Жители страны могут столкнуться с медленной загрузкой роликов и низким разрешением видео. Все зависит вне зависимости от используемого оператора связи. Вот так вот, Дмитрий, потихонечку. Зачем эти американские площадки? Есть же, они же там свои, Рутубы продвигают сейчас, Чебурашки и прочие ВКонтакте. Мое мнение, значит, во-первых, будучи глубоко нетехнологичной страной, Россия не в состоянии запустить никакой Рутуб. Ей, конечно, очень хочется заблокировать YouTube. Как хотелось заблокировать и Telegram. Но палка о двух концах. Ну, заблокируют они Telegram, допустим. Telegram – мощнейший способ воздействия на аудиторию. В Telegram огромное количество российских каналов. И официальных, и неофициальных, которые работают на власть, на путинскую мафию. Поэтому, заблокировав Telegram, они тогда лишаются источника воздействия на уже и так оболваненное свое население. Та же самая ситуация с YouTube. Ну, хорошо, им не нравится Гордон, например, которому они дали 14 лет тюрьмы. Им не нравится еще кто-то. Ну, заблокировать отдельно Гордона, конечно, теоретически можно, но сложно. Но если они заблокируют весь YouTube, то тогда не будут россияне смотреть их пропагандистов и их лояльных к власти, к Путину людей, которые доносят до населения необходимые идеи, нужные власти идеи. Поэтому они протестировали замедление, они пытаются так еще, но на эту тему, как я понимаю, нет единого решения. Они сомневаются еще. Есть еще один момент. Ну, представьте, в России же немало людей, которые не смотрят телевизор. Ну, большинство людей все равно... Хотел сказать в Европе, ну, Россия это не Европа. Как когда-то Задорнов сказал, мы не Европа, он сказал, и не Азия. Мы Азиопа. Вот Россия Азиопа. Но в этой Азиопе все равно большинство людей уже не смотрят телевизор физически. А в Украине подавляющее, например, большинство людей не смотрят телевизор. Ну, не включают его. Любой, кто нас сейчас смотрит, ну, я думаю, что процентов 10-15 от силы смотрят телевизор. Дмитрий, знаете, проводить в Ютубе опрос, кто смотрит Ютуб, я бы с удовольствием узнал бы реальные цифры, да, что происходит с украинским телевизором. Мне, как в прошлом, человеку, который работал в телевизоре, интересно это и важно знать. Василий Владимирович, телевидение умерло. Я вам хочу сказать, что еще в 2019 году, проводя творческие вечера по Украине массово, в 2018-2019, я спрашивал, кто смотрит телевизор. Значит, люди до 45 лет, эта аудитория, смотрели телевизор процентов 10. Так это 2018-2019 год. Прошло с тех пор ужасно много лет. Телевизор падает, ну, единый телемарафон убил вообще интерес к телевидению. Ну, просто убил. Своим непрофессионализмом. Вот, а каналов нет практически уже, да, и все в Ютубе, все же в Ютубе. Зачем нам? Ну, были каналы, а теперь они каналы в Ютубе. То есть, в России я к чему веду? Большинство населения, уверен, не смотрит телевизор уже. Ну, там пенсионеры по деревням Соловьева еще смотрят по старой памяти, но я видел цифры. Я вижу обновление цифр каждый месяц. Смотрение Соловьева падает очень сильно. И Скобеева и Попова падает. Их перестают смотреть, потому что, ну, даже до самого дремучего черта доходит, что смотреть это вредно для психики, для души, для, в общем-то, будущего своего. Это разрушает изнутри. Нельзя смотреть таких дремучих дегенератов. Поэтому, если в России еще и Ютуб запретить, это может вызвать очень сильное недовольство населения. И так, уже его начинают третировать потихоньку. Налоги повысили сейчас. И будут повышать еще. За границу многих не выпускают. Мобилизация будет все равно. Путин побаивается таких встрясок. И смотрите, как колбасит Северный Кавказ. Это же вообще страх божий. Поэтому, я думаю, что до блокировки Ютуба не дойдет. Мне так кажется. Могу ошибиться. Страх божий. Оксана. Оксана, да, венчается. Сразу вспоминается ваша знаменитая. Венчается раб божий Иван и страх божий Оксана. Да. Сделали очень сильный мем, да. Если хотите посмеяться от души. Я этот анекдот, посмотрите, я этот анекдот рассказывал Моргенштерну в программе когда-то. Еще до войны. И поскольку мы пили во время программы, она была вообще веселая. Добрые люди сделали такой мемный ролик на эту тему. Но я вам скажу, это можно уписаться от смеха. Посмотрите. Будет время на досуге. Вам будет смешно? Расслабитесь. Что с Моргенштером сейчас? Поддерживаете ли вы связь? Он хотел вернуться в Россию? Давным-давно не слышал. Слушайте, мне с кем-то поддерживать связь тоже. Мне не хочется подставлять никого еще. Знаете? Потому что за этими людьми следят. За ними глаз до глаза. Они боятся все наверняка. Я для России один из главных врагов. Внесен в реестр же иноагентов. Внесен в реестр террористов-экстремистов. Дважды осужден на 14 лет. Дважды объявлен в международный розыск. Заочно арестован. Но с такими людьми, как я, общаться кому-то страшно. Вы что, посадить за это могут? За перепосты моих интервью людей посадили несколько. О чем мы говорим? Это ужасно. Поэтому я не знаю, как Алишер. Только так просматриваю клипы Моргенштерна иногда новые. Но он человек хороший. Я уверен в этом. А хороший человек не может быть на стороне зла. А если ты на стороне зла, значит ты уже плохой человек. У меня все очень просто. Маркер четкий. Если ты поддерживаешь Россию, ты скотина, значит, безмозглая или циничная. Два варианта. Или безмозглая, или циничная. Если ты поддерживаешь Украину, ты на стороне добра, значит, ты человек. С большой буквы. Спасибо большое. Идем дальше, уважаемые зрители. В комментариях продолжайте писать, где вы нас смотрите. И не забывайте нажать лайк, если еще не нажали. Идем дальше. Корпус в больнице Ахмадет в Киеве, куда попала российская ракета. 8 июля. Это был понедельник на этой неделе. Так вот, этот корпус не подлежит восстановлению. Его снесут, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Лешко. Мы все видели кадры, как киевляне стояли по цепочке. Разбирали по кирпичику вот этот корпус. Видите, он восстановлению не подлежит. Уж сильный нанесен был удар. По словам Лешко, всего получено более 800 миллионов гривен от партнеров, волонтеров, благотворительных фондов и правительства. Деньги направят в первую очередь на восстановление нового корпуса, который соседствовал, и замену поврежденного оборудования. Остальное на здание корпуса, который снесут. Стоимость оборудования, которое нуждается в замене, составляет ориентировочно 360-400 миллионов гривен. Некоторые производители готовы поставить часть оборудования бесплатно, давая глава Минздрава. Дмитрий Ильич, не виделись мы с вами с тех пор, как произошла эта страшная атака по Ахмадету. Напомню, это главное детское медицинское учреждение Украины. Детское, это не общее медицинское, там детей лечат от онкозаболеваний детских до других не таких страшных заболеваний. Плюс надо добавить еще ракетное попадание в Адонис. Это тоже медицинская клиника, находится она на левом берегу Киева. Там погибло 7 человек, 2 посетителя и 5 сотрудников медучреждения. Дмитрий, что думаете об этом геноцидного характера атаки в понедельник на Киев? Я видел видео, мне показали специально, которое нельзя публиковать. Я его, конечно, не опубликовал. Развернутое видео этой атаки на Киев. Ну, я вам скажу, это хладнокровный удар, такой циничный, наглый, гадкий удар по детской клинике Ахмадид. Зачем это было сделано? Только с одной целью. Ну, что вы там еще сопротивляетесь? На переговоры не хотите идти? А так как не поспешите после этого, так мы так все будем делать. Они хотят запугать нас. Они хотят показать, что у них не осталось красных линий. Что они могут так вот расчетливо бить по крупнейшей детской клинике. Вообще, конечно... Вот это фото с детьми без волос, которые принимали капельницы, с детьми больными онкологией. Это невероятная история вообще. На улице, да, объясни, Дмитрий, да. Их вывели на улицу. Это фотография, там, где они сидят под стенками, когда произошло ракетные обстрелы, довозду, воздушная тревога. Это ужасающее фото, когда эти бедные дети вынуждены принимать вот это лекарство, которое... Да, да, простите. Вы знаете, вот этот дьявол Путин, мерзкое это существо, он не понимает Украину, не понимает. Я в который уже раз хочу это сказать. Он думает, что все упадут на задние лапки после этого, и что давайте, дядя Путин, давайте на переговоры, что вам надо. Да наоборот. Наоборот. Вот у меня был стрим во вторник с Олесей Бацман, и мы подключили девочку. Ну, тоже фантастика. Вот смотрите, что такое Украина? Вот как объяснить, если спросят, что такое Украина? Украина, это когда тебе вот мне в Инстаграм, в личку присылают, мама девочки присылает видео. Любый дядя Дима, говорит девочка, 7 лет, Алиса Яреська из города Сумы. Вот она сидит у такого ящика с мелочью. Она говорит, я три года собирала деньги на Сегвей. Но после удара по Ахмадиту, я хочу вам отдать все эти деньги, я знаю, что вы на дроны собираете, чтобы этим дроном уже ударить по Путину. И вот мне мама ее присылает, счет на 10 270 гривен. 10 270 гривен ребенок собирал три года, семилетний, чтобы кататься на Сегвее, и он эти деньги отдает в мой этот, ну вот у меня счет в монобанке. Вот, кстати, QR-код вы видите, ребята, присоединяйтесь, подносите камеры своих мобильных телефонов, прикладывайте камеры своих мобильных телефонов к QR-коду и донайте, кто сколько может на дроны. Я уже 170 дронов передал, скажу вам по секрету, уже на 10 дронов еще собрали. Сейчас будем закупать, будет 180 дронов уже. Вот эта девочка присылает деньги. Ну и мы ее подключаем в прямой эфир, в стрим, во вторник. Ну сидит девочка с мамой, ну посмотрите, это потрясающе. Вот это Украина, вот она Украина. Вот эта девочка Украина, вот это будущее, это Европа, это цивилизация, это понимание, где хорошо, а где плохо, где добро, а где зло. Это умение отдать то, что ты хочешь для того, чтобы вот для большого дела пожертвовать своим малым, казалось бы. Хотя для тебя это большое. Ты ребенок, ты хочешь кататься на сегвеи. Я ей подарил сегвеи, очень хороший сегвеи купил, ей на следующий день доставили в суммы. Она прислала видео, как она катается на этом сегвеи. Ну она меня просто, знаете, растрогала. Ну это наша страна такая. Я с трудом представляю, чтобы даже оглупленные своими родителями русские дети могли потратить скопленные деньги на сегвеи на какие-то армейские необходимости. Не случайно, кстати, показывают часто в больших городах России, в аптеках, в магазинах стоят ящики прозрачные, пожертвования для армии России. Все пустые. Никто жертвовать не хочет. Ну там, к сожалению, у Путина достаточно денег, чтобы кормить своим кровавым рублем. Ну, достаточно-недостаточно, а орки жалуются. Я же вижу ролики эти, они говорят, покупаем все за свои деньги, форму за свои деньги, обмундирование за свои деньги, бронежилеты за свои деньги. Показывают распаковку бронежилета, который им выдали. Там вместо металла деревяшки. Деревяшки. Русская армия. Что вы хотите? Уродская страна, уродская армия, уродские рабы. Мы идем дальше и перейдем к теме номер один. Безусловно, сегодня это покушение на Дональда Трампа. 45-го президента США Дональда Трампа, баллотирующегося на новый срок, совершили покушение 13 июля во время митинга в городе Батлер в Пенсильвании. По версии ФБР, в него стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. При нападении Трампа ранили в правое ухо сотрудники секретной службы США, прикрыли к собой бывшего президента и увели его со сцены. Трамп шел в окружение охраны, ударяя кулаком в воздух, так он сигнализировал своим сторонникам, что с ним все в порядке. В результате покушения погиб один из зрителей, двое получили ранение. Стрелка убили сотрудники секретной службы. Один из участников митинга в интервью BBC заявил, что перед стрельбой заметил человека, который полз по крыше с винтовкой. По его словам, он и другие посетители предупредили об этом полицейских, но те ничего не предприняли. Преступника, открывшего стрельбу, убили сотрудники секретной службы. Федеральное бюро расследований назвало имя подозреваемого. Да, это вот тот самый 20-летний Томас Мэтью Крукс. Пишет New York Times, он был вооружен полуавтоматической винтовкой IR-15 и вел стрельбу с крыши невысокого соседнего здания, расположенного примерно в 120 метрах от трибуны, на которой выступал Трамп. Крукс успел сделать 8 выстрелов. Уважаемые зрители, пишите в комментариях, что вы думаете, поскольку конспирологи действительно предполагают, что это могла быть постановка, мол, и заранее можно было приготовить что угодно, и краску, да и кровь настоящую, в том числе и свою тоже, раздавить пакетик с кровью в руке и выйти. Уж больно по-киношному получилось, говорят критики, вот этот выстрел Трамп встает героически, его обхватывают вокруг эти охранники, и он кулаком показывает, я сильный, я все выдержу, я герой. Ну и, конечно же, люди любят жертв, поэтому предполагают, что рейтинги Трампа в связи с этим покушением будут расти. Дмитрий, что думаете вы? Мы сейчас самым подробнейшим образом с вами обсудим эту ситуацию. Мне было 14 лет, в 1981 году, когда было предыдущее покушение на действующего президента Соединенных Штатов Америки, подчеркну, действующего, на Рональда Рейгана, на великого президента. Но сейчас ситуация, она характерна тем, что Дональд Трамп, бывший президент США, и баллотируется снова в президенты. Поэтому я приравниваю эти две истории. Я помню, как Рейган упал, как его тут же окружили сотрудники секретной службы, ну тогда, слава богу, все обошлось. Его ранили, он был ранен. Он выходил откуда-то, я даже видео помню это. До этого, конечно, приходит на ум история покушения на президента США Кеннеди, когда он с супругой ехали в машине, Далласе, по-моему, стрелял. Ли Харви Освальд, о котором мне рассказывал бывший представитель Верховного Совета Беларуси Станислав Станиславович Шушкевич, покойный, который подписывал Беловежское соглашение. Я его как-то пригласил в Киев специально на интервью, посидеть, пообщаться. Он приехал, мы сделали интервью, потом я пригласил Леонида Макаровича Кравчука, и мы поехали в ресторан. И прекрасно провели время, много часов сидели. И вот Станислав Станиславович Шушкевич мне рассказывал, что когда он работал на заводе в Минске еще, на этом же заводе работал Ли Харви Освальд. И Станиславу Шушкевичу, да, он приехал из США, и Станиславу Шушкевичу было поручено взять шефство над Ли Харви Освальдом. Очень интересная история. Да, значит, первое. По поводу инсценировки покушения. Я в это не верю. Я считаю, что это Соединенные Штаты Америки, ребята. Хочу сказать тем, кто говорит о том, что это может быть инсценировка. Да там каждый миллиметр изучат. Там пулю сфотографировали, которая летит. Трампа. Пулю сфотографировали. Есть фото, да. Очень крутой фотограф, по-моему, из Ассошейдед. Ну, это, Дмитрий, ну это удача. То есть, я не умоляю ни в коем случае фотографа, но это такое стечение. Сегодняшняя техника, сегодняшние возможности. Митинг такой, там же много фотокорреспондента, видеосъемка ведется. Съемка скрытыми камерами ведется. Конечно, там снято все до мельчайших подробностей. И если бы это, не дай бог, оказалось инсценировкой, то вы что, был скандал бы такой. Никогда бы на это никто не пошел. Я уверен в этом. Поэтому точно говорю, это не инсценировка. Это первое. Второе. Я посмотрел внимательно видео обращения этого парня, которого застрелили потом, который совершил покушение на Трампа. Мне наметанным глазом человека, который видел в своей жизни немало сумасшедших и близких к помешательствам, мне он показался человеком с явными психическими отклонениями. Теперь я вам скажу очень интересную вещь. Суперинтересную. В свое время один из руководителей КГБ СССР, повторяю, один из руководителей КГБ СССР, рассказывал мне, как устраняли неугодных в Советском Союзе. Ну, потом это продолжилось и дальше, в постсоветских республиках. Ну, и говорит, ну, допустим, есть задача кого-то там устранить. Ну, самый простой и безобидный способ. У нас всегда, говорит, в психбольницах руководство работало на нас, на КГБ. Всегда. Во-первых, карательная психиатрия, во-вторых, ну, мы контролировали это, он говорит. Выбирался объект в психбольнице, агрессивный, буйный. И с ним начиналась работа через наших людей, направленная на то, чтобы внушить ему чувство ненависти к какому-то объекту. То есть чувака использовали вслепую, тупо вслепую. То есть его накручивали, накачивали. Его накручивали, накачивали. И он был, условно, искренен в своих вот этих... Он был абсолютно искренен в своих порывах и шел убивать, кого надо было. То ли ножом, то ли бутылкой, то ли выстрелом, чем угодно. И когда он уже кого-то убивал, ну, как в песне у Высоцкого, ну, сумасшедший, что возьмешь. Поэтому я думаю, что версию о том, что этого парня кто-то подкрутил против Трампа, уже рассматривают. Спецслужбы США, безусловно. Я сейчас рассказал очень интересную вещь на самом деле, потому что мало кто знает, как это делалось раньше и убежден, делается и сегодня. Через психически больных людей. Теперь идем дальше. Мне же дают много разных моментов, которые, когда спрашивают, откуда ты знаешь? Да дают много чего, разные источники. Я сейчас зачитаю от одного источника, очень уважаемого в спецслужбах, информацию. Вот что он мне дал. Перед любым публичным мероприятием специальные службы проверяют все объекты в радиусе 200 метров на взрывчатку. А крыши на расстоянии 1500-1900 метров. При этом ближний радиус до 500 метров находится под постоянным физическим контролем службы охраны. В данном случае, что мы видим, снайпер спокойно стреляет с крыши в 150 метрах от митинга, при этом спокойно пронес туда винтовку, которую в пакет не спрятать. Вот профессиональный человек. Выстрелов было пять. Только после этого его убрал снайпер секретной службы. Пять или восемь, потом разберутся. Итог. Секретная служба полностью провалила охрану кандидатов в президенты США. Дали сделать пять выстрелов и только потом ликвидировали снайперы. Территория ближнего яруса не была даже под визуальным контролем. Все секретные службы под контролем государства. Охрана Трампа не имеет отношения к ним. Вывод. Покушение дали подготовить и реализовать. Но случай или осечка, или замысел подавил Трампу жизнь и фактически победу в президентских выборах США. Теперь пойдем дальше. Значит, рассмотрим вопрос, кто заказал Трампа. Да, кому выгодно. Мы рассматривали. То есть, я думаю, что, конечно, кто-то заказал его. Исполнение, на мой взгляд, возложили на психически неуравновешенного человека. Теперь уйдет ли Байден и что теперь будет с Украиной? Вот вопрос. А что будет с Украиной? А это зависит от выборов США. Я с большим уважением отношусь к выбору граждан Соединенных Штатов Америки. Это их право, это их выбор. И я никоим случаем не собираюсь вмешиваться в их право и в их выбор. Единственное, что я скажу. Поскольку я гражданин Украины. И никакого другого гражданства у меня нет. И страна у меня, и родина у меня одна. Я, прежде всего, думаю о своей стране. А мысли о моей стране очень зависят от финала президентской гонки в США. От того, кто станет президентом. Какие шаги он предпримет. Как он будет относиться к Украине, к России и так далее. Много вопросов. Поэтому на сегодняшний день мы видим, что к финишу идут пока действующий президент Джозеф Байден и экс-президент Дональд Трамп. Поговорим по Байдену? Нет. Сначала поговорим по Трампу. До покушения у Трампа было немало противников республиканской партии. Сегодня, после покушения, рейтинг Трампа не 99,9% внутри республиканской партии, а 299,9%. И сегодня мы можем абсолютно точно сказать, что кто бы ни был кандидатом от демократической партии, Дональд Трамп идет на выборы президента для того, чтобы победить. И дискуссии, идти ему или нет, больше никогда не будет. Что и подтвердит ближайший съезд, на котором он будет присутствовать. Это что касается Трампа. Мы имеем уже одного человека. Почему я сейчас это говорю? Потому что несколько программ назад я высказывал свою точку зрения. Я говорил, что на основании просто социологических опросов. Если идет Байден и Трамп, Байден может выиграть, но на сегодня он пока проигрывает Трампу. Если вместо Байдена идет кто-то другой, проигрывает Трамп. И поэтому для Трампа Байден очень желателен, крайне желателен. И все республиканцы, мне оттуда говорят, республиканцы обожают Байдена, желают ему долгих лет, чтобы он обязательно пошел на выборы. Потому что если вместо Байдена будет кто-то другой, на тот момент, когда я об этом говорил, Трамп проигрывал. Поэтому я говорил, что если не пойдет Байден, есть вариант, что не пойдет Трамп. После этого покушения Трамп пойдет обязательно. А теперь, а что же Байдену? Задаю я вопрос. И на него сам отвечаю. На сегодня я разговаривал с очень влиятельными демократами. Значит, что они говорят? Практически все руководство демократической партии, не говоря уже о членах этой партии, убеждены, что Байдену нужно сняться с выборов. Против семья Байдена, а именно жена Джилл, прежде всего, и сам Байден. А человека, который мог бы ему прямо в глаза сказать, Джо, не иди, ты проиграешь? Практически нет. Вели разговоры с Обамой, но Обама не решился на этот разговор. Вот это мне передали из США. Значит, мое мнение, мое мнение, на этой неделе Байден снимется с гонки. Я не настаиваю на своем мнении. Я говорю о том, что у меня есть это ощущение. Потому что, если Байден продолжит идти, я не знаю, что нужно сделать, чтобы победить Трампа. При том, что, знаете, что говорят республиканцы? Они говорят, что, конечно, если бы... Ну, циничных людей хватает, но они говорят, если бы это покушение было за неделю до выборов, о-о-о-о, о лучшем даже мечтать нельзя. Но поскольку до выборов еще есть время, то, конечно, не все так однозначно. Да, шансы, если бы сегодня были выборы, ну, 60 на 40 или 70 на 30. Но время еще есть, есть еще суды, но они говорят, что суды не решатся теперь так судить решительно, как раньше, после этого. Тоже есть момент. Значит, в этой ситуации демократическая партия, руководство демократической партии, ну, конечно же, отдает себе отчет в том, что они могут все проиграть. Поэтому я уверен, что на этой неделе будет решительный разговор с Байденом, и Байден снимет свою кандидатуру. Посмотрим. Могу ошибиться, говорю, не настаиваю ни на чем. Рассуждаю вслух. Что ж, посмотрим. Говорят, до пятницы это может случиться, Дмитрий, так что уже в следующем нашем эфире мы с вами обсуждим. Да, я же говорю, неделя. В любом случае, меня же интересует Украина прежде всего. Украина меня интересует. Америка пусть интересует американцев. У меня дети американцы, вот пусть их это интересует. У меня папа американец, пусть его это интересует. У меня другой страны, кроме Украины, нет. Поэтому меня интересует Украина. А в данном случае, конечно, я бы очень хотел, чтобы будущий президент США, кем бы он ни был, ну просто открутил бы Путину голову. Добавить нечего. А мне как раз есть что добавить. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что покушения на российского диктатора Путина были. Что он сказал? Они были, но, как видите, пока неудачные. Буданов согласился, что Путин уже давно не является компромиссной фигурой для своего окружения. Также он уверен, что россияне после смерти хозяина Кремля будут иметь ощущение, как в свое время имели во время смерти другого диктатора Сталина. Что сказал Буданов? Она, бабушка Буданова, говорила людям тогда, после смерти Сталина, казалось, что весь их мир рухнул. Не было понятно, как жить дальше. Дмитрий, как думаете, вот эти параллели между Путиным и Сталиным, насколько они вот уместны, и вот насколько отрезвление после смерти Путина будет таким же, как после смерти Сталина, развенчание мифа культа личности и так далее, вынос из мавзолея. Значит, это Кирилл Буданов о своей бабушке говорил, да? Ну, он сказал, да, что бабушка ему говорила, что когда умер Сталин, тогда вот как будто мир рухнул. Расскажу вам о своих бабушках. Одна бабушка мне говорила, рассказывала о смерти Сталина, она говорила, что было физическое ощущение конца света, что а как мы теперь без него? А как же теперь будет? Как мы осиротели все? А как без него жить вообще? Ну, они жили при Сталине, слушайте, с 22-го года, когда он фактически взял власть, стал генеральным секретарем, до 53-го, 31 год под руководством Сталина. Шутка ли? И война, и все эти коллективизации, и индустриализации, и голодоморы, и так далее. И репрессии, все это при нем. 31 год бурных событий. Это одна моя бабушка. Вторая бабушка, я никогда не забуду, умер Брежнев. Значит, это 11 ноября 82-го года. День милиции. День советской милиции. Умер Брежнев. Вот я жил с одной бабушкой, приехала вторая бабушка к нам на Абалоне. И она зашла и говорит, сейчас в очереди стояла, но в очереди же были. И одна женщина так стала плакать, говорит, Брежнев умер. Как мы теперь без него? Что теперь с нами будет? И бабушка говорит, я смотрела, как она плачет, и сама заплакала. Ну вот так. Ну вот так. Коллективное, несознательное. Да, значит, это при том, что все ржали над Брежневым. Слушайте, любителей Брежнева не наблюдалось. Он не вызывал злости, между прочим, агрессии не вызывал. Страха не вызывал, в отличие от Сталина. Но, слушайте, ну смешной, потешный персонаж. Куча орденов, медалей, шепелявил, еле говорил, еле ходил. Сиськи сраны, короче. Да, да. Значит, теперь подхожу к смерти Путина и Сталина. Значит, я очень хорошо знаю историю тех лет. Что не только обусловлено прочтением большого количества мемуаров. Мемуары лживы, мы это знаем. Но все равно выудить правду можно, сопоставляя и сравнивая. Но я много общался с разными людьми, такими как сын Берии или сын Хрущева. А эти люди были не просто маленькими детками тогда, они были уже известными ракетчиками, которые находились при своих отцах неотлучно. И помнили все. И, конечно, Сталина отравили. Долго рассказывать почему, как-нибудь расскажу. Я знаю картину полную, знаю, как это произошло. И казалось для многих граждан Советского Союза, что мир рухнул. Но те, кто его отравили, знали, что ничего не рухнуло. Сейчас они спокойно поделят власть, они распределили все заранее. Конечно же, когда умирают, заканчивают свой земной путь такие люди, как Сталин или Путин, прекращается все, что они натворили. После смерти Сталина прекратились репрессии. Людей начали выпускать из лагерей из тюрем. Во-первых, прошла, Берия провел огромную амнистию уголовников сразу. Кстати, непонятно, хорошо это или плохо, потому что страну захлестнула волна преступности, страшной преступности. Но к 56-му году, с 53-го по 56-й, практически опустили лагеря политические, вышли на свободу. Но этим же политическим надо было объяснить, а что произошло. И поэтому Хрущев, Булганин, Маленков, и Берии уже не было к тому времени, и остальные товарищи, они все свалили на Сталина. Они, чьи руки были в крови, которые по горло в океане крови стояли. Они, чьи подписи были на всех расстрельных документах. Хрущев тщательно с помощью своего соратника, которого он сделал министром внутренних дел, Серова, подчистил все архивы, убрал, но не все убрать можно было. Мне Горбачев рассказывал, как он держал в руках эти протоколы заседаний Политбюро, где обсуждались расстрельные списки, и каждый человек Политбюро расписывался в таких списках. Еще писали там, расстрелять как бешеную собаку и так далее, всякие эпитеты. Ну, Сталин вязал всех кровью. Так вот, конечно, они свалили все на Сталина. Были люди, которые задавали вопросы. Ведь вопросы были, совершенно напрашивались, когда развенчивали пульт личности Сталина. Мой папа, который учился тогда в Новочеркасском политехническом институте, он осмелев задал вопрос, а как же остальные товарищи, которые были в Политбюро, в руководстве страной, видя, что происходит, смотрели и молчали. Вопрос повис в воздухе. Вот, поэтому, да, и кто доносы писал, доносы, миллионы доносов было. Поэтому, конечно, на Путина свернут все. Я уверен 385 тысяч процентов в том, что когда закончится земная жизнь Путина, или когда его уберут от власти, эти вещи могут не совпасть. Я абсолютно уверен, что прекратится война с Украиной тут же, и все спишут на него, на Путина. Это он. Это он. А мы, мы знаем, но мы боялись. Он нас репрессировал, подвергал, страх вводил, в заблуждение, в обману, и так далее. Они все рассказывали, все по схеме. Все по схеме. 56-й год, все. 20-й съезд, а потом 22-й съезд, а потом Сталина из Мавзолея вынесли. Папа был в Москве, рассказывал, он еще ходил в Мавзолеи, Сталин и Ленин вместе лежали. А болеть и коротко. А? Валетиком? Да, как же еще, конечно. Не знаю, 69-й. Я вам скажу больше. Ужас какой, ужас, Дмитрий, я понял, это ужасно. В позе 69 они лежали. Кошмар, кошмар. Rockstar. Редактор субтитров,